Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» уже пятый год доказывает, что в нашей республике живет, учится и работает самая талантливая, инициативная и креативная молодежь в стране. За время проведения форума молодые татарстанцы представили на суд жюри 4,5 тысячи проектов. И около ста из них были реализованы и несут пользу жителям республики и по сей день. Любая инициатива, и в том числе молодежная инициатива, это всегда что-то очень интересное, что-то очень необычное, что-то очень необходимое, как правило, развитию общества в целом. Иногда это и отрасль экономики, иногда это отрасль социальной политики, иногда это просто волонтерское движение или волонтерский проект, который, опять-таки, повторюсь, несет в этот мир добро. В этом году финал форума «Наш Татарстан» прошли 42 проекта. Они охватывают всевозможные сферы жизни. Наука, образование, здравоохранение, социальная защита населения, бизнес, культура, градостроение, сервис, туризм и многое другое. Причем за каждым проектом скрывается серьезная работа, крепкие коллективы и благие цели. У меня много знакомых, которые занимаются спортом, выходят на пробежки, но они делают это как-то обособленно, потому что, возможно, просто не знают, что существуют какие-то сообщества беговые. А здесь мы хотим объединить всю молодежь, которая стремится заниматься спортом и поддерживать свое тело в здоровом таком тонусе. И данное приглашение медийных звезд и медийных личностей, оно лишь поспособствует объединению, ну и привлечению большего количества людей для занятий спортом. Люди с ограниченными физическими возможностями практически лишены возможности путешествовать, так как по городам они просто сталкиваются с недоступными объектами. В незнании того, что есть доступные и недоступные, они просто не знают, как спланировать свой маршрут. Вот мы этим занимаемся, мы как проводники. В России проблема бездомных животных стоит очень ростро, и ее пытаются решить волонтеры и просто неравнаноточные люди. К сожалению, сейчас отсутствует какая-то площадка, которая могла бы скоординировать и объединить их усилия. Объявления размещаются в ВКонтакте, очень хаотично и непонятно, кому какая помощь требуется и куда отправлять пожертвования. Поэтому на нашем портале мы попытались решить эту проблему. Кстати, участники, которым не удалось пробиться финал форума, проигравшими здесь себя не считают. Для них в рамках форума пройдут многочисленные тренинги, мастер-классы и семинары от ведущих экспертов республики. А это значит, что ребята получат реальный шанс наверстать упущенное, подтянуть свои знания и, возможно, побиться за место в финале уже в следующем году. Я подавал проект как соавтор, к сожалению, не прошел. И вот, ну, решил зарегистрироваться и сюда прийти как участник, посмотреть, познакомиться с другими проектами, с людьми очень творческими и активными. Для себя я, конечно же, получаю много знакомств новых, смотрю, какие есть интересные проекты в нашей республике, потому что я сама подавала проект, участвовала в форуме ИВЛГ, и мне интересно знать, какие проекты сейчас существуют. И хотелось бы найти свою команду для дальнейшего развития своего конкретного проекта. Финальная часть форума на Статарстан продлится до 23 апреля. В этот день станут известны именно тех, чьи проекты получили одобрение и поддержку руководства республики. И, возможно, именно они смогут изменить нашу жизнь к лучшему. Александр Александров, Руслан Розаев, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова